Опа, сейчас переведу. Их знаете, да. А ещё я уже вот второй год, по-моему, не могу починить вот эти наушники. Если кто умеет, подскажите, как это сделать. А если у вас у самих есть лишние наушники, то отправьте мне, было бы круто. В любом случае, в любом случае, давайте начнём. Коконат, канал, канал. Сегодня мы вернулись к вам с новой реакцией. В комментариях мы видели, что многие из вас хотели, чтобы мы сделали ещё одну реакцию на Димаша, после того, как мы посмотрели одно выступление с Димашем. Кажись, он появился на одном китайском соревновательном шоу с одной крутой песней. На этот раз Димаш будет петь песню «Hello». Если честно, я не знаю, является ли это песня Димаша или чьей-то другой песней. В любом случае, давайте начнём. Итак, что же у нас тут? На секундочку я подумал, что это Димаш издаёт такой звук. Потому что этот звук высокий? Димаш издаёт такой звук. Это песня «Голова» от Адель. Да не может быть. Давай поспорим, кто прав. Тут совсем другой текст песни. Игла Москва. ПО ХОВОРА СИГНАЛ, ВСЕМАЛ, 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 ВСЕМАЛ . Иглубёрзал на северный поигр. А чего так? Аудитория и вправду любит его, особенно женщины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я заметил, что в этой песне он не пел высокие ноты. Возможно, он не изменил свой стиль. Разве вам не кажется, что сейчас идет соревнование? Кто же лучше споет, а? А как называется этот инструмент? Типа в египетском стиле. Он ждал этого момента. Именно этого. И аудитория тоже ждала этого. Аудитория тоже ждала этого... О, это что-то. О, это что-то. Верно! Эти монстры. Италию, Ingл. Типа. Я не могу подумать, что-то это, я не могу. Градин. Аудитория. 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 Именно как и ожидали. Во-первых, это не песня от Эль Хэллоу. Ты глупец. Тогда чья это песня? Это старая поп-песня, я уверен. Как бы там ни было, Димаш с песней Хэллоу. Вау, это было круто, идеально. Но я почему-то часто не вижу Димаша на этом китайском шоу. Наверное, потому что он иностранец? Я не знаю. Пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. Его высокий голос, именно этот. Это один и единственный способ Димаша к успеху. И его настоящий талант. А ты знаешь, что также на этом шоу появлялся Хуан Чи Ю? Я слышал, что он взял первое место. Окей, хорошо. А что если Димаш и Хуан будут соревновываться между собой? И если они вдруг будут соревновываться, если будет видео, сравнительное видео, то дайте нам знать, мы посмотрим. И мы будем судить объективно, без предвзятости, только опираясь на их певческие способности. После всех этих видеореакций и так далее, я начинаю понимать вкус китайской аудитории к песням. Итак, Димаш, тебе стоит к нам как-нибудь заглянуть на наш канал, Coconut Channel. И, ну ты знаешь, ты же красивый и непревзойдённый. Он придёт к нам, мы снимем пару видео о нём, а потом он сделает свой дебют на главном ТВ-канале. Да, хороший план. Просто зайди к нам сразу после Кореи. Мы тебя заберём. Наш брат от другой матери. А он старше нас? Чуваки, он красивый старший брат. Значит, среди нас я старший? Нет, ты самый младший. Окей, ребята, давайте заканчивать. Песня была очень красивой, как и ожидалось. Любая песня от Димаша приветствуется. Пожалуйста, оставляйте свои драгоценные комментарии с рекомендациями. Всем пока. Никак не могу нормально обустроиться в своём новом гнёздышке. Как видите, вот это место, у меня вот столько места в ширину, ну и чуть больше в длину. Как видите, тут уже шкаф стоит. Я, слава богу, помещаюсь, просто мои нужные мне вещи не помещаются. У меня вот, допустим, камера стоит на полке, на пауэрбанке, на альбоме и на пауэрбанке, да, на фотоальбоме. Но как бы там ни было, на этом у меня на сегодня всё. Увидимся с вами либо завтра, либо послезавтра. Буду ждать и буду читать ваши комментарии. Я их, кстати, читаю, из-за того, что я давно не переводил, ну дней, где-то две недели. Я, оказывается, отвык лайкать. Поэтому я скоро начну снова лайкать, да. На этом у меня на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!